Ну, в общем-то, и привет! Бонжур, эстеты, прожигатели жизни, любители прекрасного! В общем, сегодняшнее видео снова для вас, пежеводы! Три года и почти 140 тысяч километров пробега, 777 тысяч рублей затрат на содержание автомобиля. 500 тысяч приходится на соляру и 270 на ТОшки, на обслуживание, на резину, на страховки и прочее, и прочее, и прочее. Но если говорить о плюсах, то о них, в принципе, говорить не приходится. Это по-прежнему наслаждение скоростью, наслаждение расходом, комфортом. Я не буду ничего перечислять. Я хочу рассказать вам, наверное, вас больше всего интересует, конечно же, минусы. Минусы по-прежнему это стекло, я его до сих пор не поменял. Получил я пару раз камешком. Стекло все равно является довольно слабой частью этого автомобиля. Оно все-все-все очень у меня исцарапано. И поэтому, когда едешь по солнышку, по солнышку очень плохо видно. Но я его не менял, потому что стекла сейчас вещь дорогая. Колеса. Летняя резина обошлась в 60 тысяч рублей. Вот такие сейчас прайсы просто конские, просто... Вот, что еще сказать? Сейчас буду кидать камни в огород дилера. С чем пришлось столкнуться, это даже с тем, что салонный фильтр туда просто заталкивали вот так силой. То есть, когда я приехал на какую-то стороннюю площадку, дабы пройти ТО, мне показали фильтр, который, не знаю, с ноги туда запихивали. Как вы помните, на заре своей жизни этот автомобиль немножечко пострадал, да, вот этой дверью. Вы видели это в моем видосе. И мне пришлось ее менять и красить. Прошло два года. Смотрите, что происходит. Вот. Эту дверь красил дилер. Вот такой вот дилер. Поэтому я не удивлюсь, если дилер просто-напросто пиздит ваше масло и заливает какое-то свое там, я не знаю, а также запчасти. Хотя, я думаю, что и приедете вы в обычный автосервис, и тоже, если у вас там что-нибудь поменяют или снимут с машины, вы никогда об этом не узнаете. Каких-то косяков по электрике, каких-то косяков по внутреннему салону, я не могу даже вам назвать. Вот, ну, единственное, что видимость через стекло, стекло тонкое. Да, когда вышла эта модель, все сразу упоминали о том, что стекла ставят, экономят на стеклах и ставят их довольно тонкие. Соответственно, они быстро истираются. У меня стеклу три года. Ну, например, дворники я не менял за эти три года. Они по-прежнему работают, чистят все нормально. Я не знаю, чем это обусловлено, но пару раз у меня жутко лагала магнитола. Потом это все восстанавливалось. Не знаю, почему так происходило. В общем, какой-то такой внутренний компьютерный сбой. Что еще сказать? Ничего, ездишь и наслаждаешься, ездишь и получаешь удовольствие. Поэтому, друзья, кто из вас не стал, как я, обладателем нового автомобиля Peugeot, не задумываясь, берите его и уже с пробегом. 140 тысяч, идеальный вариант. Дизельный мотор, вот и до мотора добрались. Кстати, пару раз у меня вдруг выскакивала ошибка, что низкий уровень масла. Приходилось доливать. Не знаю, почему, куда и что оно ушло. Больше я уже проехал опять, наверное, тысячи две-три. Никаких, слава богу, показателей к тому, что уровень масла низкий, нету. Наконец-то на 120-130 тысячах я все-таки пошел на поводу у знатоков из интернета и поменял масло в коробке. Методом слива и долива. То есть, конечно, никаким там вакуумным насосом не отсасывали из коробки масла. Просто какой-то объем вылился, такой же объем и залили. Все, сейчас я езжу, то есть обновил масло в коробке передач. Не более того. С вами был Радамир Банько. Я поехал получать наслаждение от езды. Ну а вы думайте и... Хорошей дороги. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok